В этом видео я покажу, как сделать, чтобы в графе доход красовалась серьезная цифра. Сейчас данные за последние 28 дней. А теперь посмотрим за все время существования канала. Да, вроде серьезно, но по сравнению с последним месяцем маловато. Разберемся, в чем дело. Первое видео появилось 7 июня 2020 года. Я плотно выкладывал достаточно много роликов, а просмотров по 20 день. Потом чуть больше, но несущественно. В итоге первое серьезное количество просмотров появилось только спустя полгода. Полгода я выкладывал ролики вслепую, без ответной реакции зрителей, без шанса понять ошибки, исправить что-то. Первые денежные отчисления пошли тогда же, когда я набрал 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров. Легко это было, не очень. А главное, что к этому моменту у меня не стало времени, и я перестал регулярно выкладывать видео. И по сути угробил хороший импульс в развитии канала. Дальше был загружен крупными проектами, и поэтому вообще забыл про видео. Выкраивал время буквально на сон только. Для чего я это рассказываю? Ко мне обращаются ребята, которые начинают канал на ютубе. Предлагают за деньги разместить информацию об их канале, чтобы они могли быстрее получить первых зрителей. Я пока не беру рекламу, но предлагаю следующее. Если у вас схожая тематика канала, то подготовьте интересные видео. Постарайтесь подстроиться под мой стиль. Цените время зрителя, не размазывайте информацию, но и объясняйте все, что делаете. Начните с краткого обзора своего оборудования, инструмента, уровня производства. Пусть это домашняя мастерская, гараж или большой цех. Я добавлю что-то от себя и бесплатно выложу ваше видео на своем канале. Дальше все зависит от вас. Будет интересно, будут переходить на ваш канал. И у вас сразу появятся первые зрители. Разумеется, к этому моменту на вашем канале уже должны быть видео. А теперь о том, как все-таки в графе дохода получить красивую цифру. В браузере компьютера щелкайте правой кнопкой мыши по нужному элементу, и в контекстном меню выбирайте «Посмотреть код». Снизу или сбоку появится инструмент разработчика. На вкладке элементы будет подсвечен соответствующий узел. Двойным щелчком или через контекстное меню выбирайте «Редактировать текст» и прописывайте любую сумму. Вот так все просто. Для интриги я увеличил все свои показатели в 100 раз. Перезагружу страницу и посмотрим, что на самом деле. Да, грустно стало. О провале я говорил. После того, как я начал регулярно выкладывать видео, за последний месяц набежало меньше 20 тысяч рублей. Пока очень небольшая добавка. Хотя уже сейчас предлагают за размещение рекламы в одном ролике порядка 10 тысяч рублей. Но я пока не спешу с рекламой. Почему так мало? Давайте глянем. За ролики до включения монетизации YouTube платит только символически. А это почти все, что у меня есть. Поэтому чем раньше вы дойдете до включения монетизации, тем лучше. Вот, например, ролик с 700 тысячами просмотров. Общий доход 12 долларов. Ничего почти. Подробнее о том, можно ли заработать нормальные деньги на YouTube, узнаем через полгода. Постараюсь держать темп выхода роликов. Так что пишите. Готовьте интересные ролики и не ждите полгода или год своего зрителя. Ну и будьте внимательны, когда вам показывают статистику. На этом все. Всего доброго.